Осень в самом разгаре. Уборка урожая подходит к концу и наступает время, чтобы обратить внимание на пожарную безопасность собственного жилища. Для оказания квалифицированной помощи группа работников областного аппарата управления и Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, представители сельсовета, добровольного пожарного общества, энергогазнадзора, ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям посетили более 100 домовладений, деревень Арабники, Поросляны, Жадены, Большие и Малые Яковичи, Пружанского сельского совета. Мы посещаем довладение одиноких, одинокопроживающих пожилых граждан, инвалидов, многодетных семей, семей, где дети находятся в социально опасном положении. Стороной мы не обходим довладение лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками. Ведь в текущем году все 8 погибших, они являлись именно этой категории граждан, которая злоупотреблялась спиртными напитками, которая вела социальный образ жизни, можно так сказать. Основная цель мероприятия – посетить домовладения граждан, изучить и выявить проблемные вопросы во взаимодействии с остальными субъектами профилактики и принять необходимые меры по предупреждению пожаров и гибели людей на них. Данный регион выбран не случайно. С начала года в Пружанском районе на пожарах погибло 8 человек. Министерство по чрезвычайным статусам проводит профилактическую работу в жилье. Не случайно сегодня был выбран именно Пружанский район, так как в текущем году на территории Пружанского района произошло уже 35 пожаров и на них погибло 8 человек. Работа проводится со всеми гражданами. Конечно, с наступлением пожароопасного периода мы делаем упор на печное отопление, потому что, к сожалению, всегда происходит рост. Также проверяется состояние электрообороны. Помимо этого, с гражданами проводятся профилактические беседы, объясняется основа безопасности жизнедеятельности, насколько важен автономный пожарназвещатель, потому что это наиболее эффективный способ обнаружения пожара в жилье. При посещении домовладений работники РОЧС и других служб обращали внимание граждан на то, что основными причинами возгораний в частных домовладениях является техническое состояние газового оборудования, отопительных печей и неисправное состояние электропроводки. Инструктировали по вопросам использования первичных средств пожаротушения. Разъясняли порядок пользования печным отоплением и открытым огнем. Рассказывали, на что нужно обратить внимание при разведении костров, приготовлении пищи в специальных приспособлениях и иных вопросах, касающихся пожарной безопасности в быту. Напомнили порядок действий при пожаре и телефонные номера службы спасения 101 или 112. Для закрепления полученной информации жильцам были вручены памятки с требованиями пожарной безопасности. Сегодня проводятся мероприятия по пожарно-профилактической работе в жилом секторе в связи с тем, что в районе обстановка с пожарами не очень хорошая, особенно с гибелью людей на пожарах. Ну и сегодня привлекли меня как бывшего работника пожарной службы, ветерана МЧС, для участия в данной работе. Данная работа очень важна. Объясните людям, как обратить внимание людей на устранение каких-то недостатков им необходимо, что устранить, чтобы обезопасить себя, что сделать. И рассказывают о безопасности, как действовать в случаях возникновения каких-то пожаров и других случаев. Ну а для народа хотелось бы сказать, что особое внимание надо обращать и состоянию как печного отопления, электрооборудования. Для своей же безопасности установить в комнатах автономные пожарные извещатели, которые своевременно обнаруживают знак горания, и когда человек отдыхает, спит, он может разбудить и то есть спасти человеку жизнь. Такие примеры тоже были, но и на это на все обращается в настоящее время внимание. За счет средств Белорусского Добровольного пожарного общества наиболее уязвимой категории граждан было установлено 9 автономных пожарных извещателей. В ходе проведенной работы была отмечена заинтересованность людей в вопросах собственной безопасности.